Сегодня мы в гостях у художника в необычной мастерской. Здесь создают портреты в популярном, но авторском стиле поп-арты. И как раз сейчас автор этих картин Ксения Коренченко создаёт новое произведение. Посмотрим. Я здесь больше подчёркиваю индивидуальность человека. Когда ко мне обращается человек, который хочет, чтобы я ему нарисовала портрет, в любом случае я всё-таки хочу подчеркнуть его индивидуальность. Тут как бы коллаборация, получается, человека, клиента и меня. Я свой взгляд всё-таки на его индивидуальность показываю в портрете как раз. То есть чья индивидуальность? Его и моя, наверное, вместе. Ну, получается что-то подобное. Это уже второй этап работы над поп-арт-портретом. До этого Ксения сделала эскиз в электронном виде. Сейчас готовят бумажный трафарет. Вручную, скальпельной ручкой, старательно вырезая ненужные детали. И это, пожалуй, самый длительный процесс в создании всего произведения. Хотя терпение для Ксении, как она говорит, не подходит. Ей нравится, когда результат видел сразу. Поэтому как раз и выбралась стиль поп-арт. Яркая, сочная, кричащая, сравнительно быстрое творчество. Итог можно увидеть уже через 2-3 дня. Есть все равно люди-тенители, которые ценят ручной труд, ручную работу. Что все-таки это живое, что это художник вкладывает душу и так далее. Но так и есть, да. Потому что работа, которая напечатана на принтере, она немножко обезличена, что ли. Как, не знаю, кажется, она какая-то холодная. Картины Ксении есть уже почти в каждом уголке мира. Мексика, Германия, Лондон. А обладатели этих портретов еще больше. От политиков и знаменитостей до учителей и спортсменов. И для каждого свой размер, цвет, фон и настроение. У меня был один раз случай, когда мне позвонила девушка, непосредственно из-за имени Миницы, которые звучали портрет. Она мне по телефону, наверное, где-то полчаса говорила, как у вас так получается, я так вдохновилась, ничего себе. У меня просто ступор. У меня такой второй раз в жизни. Первый раз в жизни это было от картины Ван Гога, было такое вдохновление. А тут от вашей я не ожидала, как у вас так вышло. Для меня, конечно, сравнение с Ван Гогом – это очень сильно. Следующий самый интересный этап – окрашивание. Проходит уже за другим столом. Трафарет хорошенько приклеивают на холст, и он уже ждет свою краску. Кстати, цвета Ксения подбирает в точности такие, как на электронном эскизе, иначе работа не получится полноценной. Проверка на цвет – и акриловые краски ровным слоем наносят на холст. Он будет из разных цветов, из брызг состоять. Мы сейчас самые крупные капельки делаем с трафаретом, а потом маленькие капельки уже делаем кисточками. Ксения, вы всегда подписываетесь, Аси Малевич. Почему? Несмотря на то, что в паспорте написано «Ксения», Аси – это производное имя от Ксении. У меня в детстве бабушка, родители, все называют Аси. Для них Ксения называть меня странно, меня все сокращенно называют Аси. Поэтому в имени раздумий долгих не было. Взяли Аси, а Малевич – потому что черный квадрат. Кстати, первым, кто предложил Ксении открыть свою мастерскую, стал ее молодой человек Артем. Вот это он на самом первом. По парт-портрете с него, как говорится, все и начиналось. Ну и, конечно же, с мамы. Когда ты воспитываешься в детстве среди картин, красок, холстов, мольбертов, племяров, и когда ты на этих племярах все время с кисточкой в руках, и в окружении картин, то, наверное, это как-то воспитывается с самого детства. Вот привыкаешь к этой обстановке. И, собственно, уже не мыслишь, чем тебе еще заниматься. Ну, конечно же, творчество. Я помню, мы с мамой всегда ездили по всяким выставкам, на Третьяковском галереях. Если ехали куда-то в Москву, это обязательно. Третьяковская галерея была в плане всегда. Надеемся, что в скором времени в Третьяковку придут и на Асю Малевич, возможно, и ее портреты будут висеть в зале современного искусства.